Растягивайте мышцы, чтобы продлить жизнь. Недавние исследования показывают, что у людей, регулярно выполняющих упражнения на гибкость, эластичность и растяжку, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смертности. Часто говорят, что безделье – мать всех пороков. И похоже, это особенно верно, когда речь идет о его влиянии на здоровье. Например, мета-анализ исследований с участием почти 800 тысяч человек показал, что по сравнению с активными людьми у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, на 112% выше риск заболеть диабетом, на 147% выше риск пострадать от сердечно-сосудистых событий, на 90% выше риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и на 49% выше риск смертности их причин. Таким образом, постоянное сидение в машине или устремление взгляда в экран является одним из основных факторов риска развития всех хронических заболеваний. Хорошая новость для тех, кто не хочет становиться более активным, заключается в том, что совершенно необязательно вести спортивный образ жизни, чтобы нейтрализовать негативные последствия малоподвижного образа жизни. В нашем обществе высоко ценятся элитные виды спорта. Поэтому может сложиться впечатление, что физические упражнения используются только для достижения впечатляющих спортивных результатов или новых рекордов. Это совершенно не так. Лучшим примером, пожалуй, является ходьба. Крупное исследование, в котором приняли участие более миллиона человек, показало, что всего 15 минут ежедневной ходьбы, легкая нагрузка, доступная подавляющему большинству людей, снижает риск преждевременной смерти на 15%. Более длительная или быстрая ходьба, конечно, может снизить этот риск еще больше. Но суть в том, что все, что хоть в минимальной степени нарушает сидячий образ жизни, положительно сказывается на здоровье. Упражнения на гибкость, такие как растяжка, – это еще одна форма легкой физической нагрузки, которая оказывает заметное влияние на здоровье. Это может показаться нелогичным, поскольку растяжка обычно рассматривается как прелюдия к физическим упражнениям, а не как само упражнение. Изначально эта концепция возникла в результате исследования, в котором изучалась связь между различными видами физической активности и риском преждевременной смертности. В этом исследовании все 15 видов физической активности – ходьба, езда на велосипеде, поднятие тяжестей, растяжка, теннис – были связаны со снижением риска смертности. Но растяжка была одним из двух видов активности. Другим был волейбол, которые обеспечивали дополнительную защиту, независимо от общего уровня физической активности. Этот довольно неожиданный положительный эффект растяжки был также отмечен в корейском исследовании, в котором приняли участие 35 тысяч человек. В этом исследовании люди, которые занимались растяжкой 5 и более раз в неделю, на 20% снизили риск смертности от всех причин, и на 25% риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, что эквивалентно защите, которую обеспечивают умеренные и энергичные аэробные упражнения. Поэтому не стоит недооценивать положительное влияние упражнений на гибкость. Они стимулируют синтез мышечного белка, а значит, увеличивают силу мышц, улучшают работу артерий, снижают артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Они улучшают чувство равновесия, что снижает риск падений и травм. Они вызывают чувство расслабленности и благополучия и позволяют людям лучше справляться с трудностями повседневной жизни благодаря снижению стресса. Эти положительные эффекты особенно интересны для пожилых людей, которые зачастую менее активны. В Канаде, например, едва ли 10% людей в возрасте 60 лет и старше выполняют рекомендуемый минимум упражнений – 30 минут в день, 5 дней в неделю. Поэтому простые упражнения на растяжку могут оказаться действенной альтернативой и способствовать значительному улучшению качества жизни. Таким образом, помимо укрепления сердечно-сосудистой системы и мышц, упражнения на гибкость являются неотъемлемыми элементами хорошего здоровья и спокойной старости. Жесткость – признак старости, гибкость – молодости, китайская народная мудрость.